Здравствуйте, я Анна Махова и вы смотрите программу «Надо помочь». Когда ты остаешься совсем один, справиться с трудностями очень тяжело. Но сегодня мы расскажем и покажем вам героев, которые справились, благодаря тому, что объединились, а еще потому, что получили поддержку окружающих. Покажем и тех, кто именно сейчас больше всего нуждается в нашей помощи. Я испугалась за ребенка и посчитала нужным, что для ребенка будет лучше без такого папы. Три года назад скоропостижно умер ее папа Анатолий, и год назад умерла моя дочь, и Ладочка осталась одна. А где у нас самая модель? А Гуля где? Подними ручку. Дома, дома. Она тоже в садик ходит. А Наташа где? Где Наташа? Ирина Курочкина одна воспитывает пятилетнего сына Илью. Женщина родом из Самары. Восемь лет назад она уехала с любимым мужчиной в его родной город. Но этим летом вынуждена была вернуться обратно в Самару. Ирина оказалась в трудной ситуации. У нее нет ни денег, ни дома, ни работы, ни регистрации, поэтому ей отказывают даже в социальной помощи. Сейчас женщина нуждается в материальной юридической поддержке. Это семья Таразановых. Летом мы рассказывали их удивительную историю. Алексей Таразанов вдовец, у него восемь детей. Он воспитывает их один. Когда супруга Алексея умерла, он оказался практически в безвыходной ситуации. Но найти выход и наладить жизнь, тогда ему помогли неравнодушные люди. Сегодня он сам может и помогает другим. Ирина Курочкина и ее пятилетний сын Илья оказались в беде и так познакомились с семьей Таразановых. В свое время мне тоже помогли, когда я был в тяжелой ситуации. Почему? Я не могу помочь. Встретили нас очень хорошо здесь. Если бы не эта семья, то мы, наверное, на улице оказались бы. Ирину с сыном Таразановы приютили у себя, потому что больше женщине идти было просто некуда. Но помощь Алексея временная, и главную проблему Ирины не решает. Несмотря на то, что женщина выросла здесь, в Самаре, сейчас у нее нет регистрации. Восемь лет назад Ирина продала свой дом и уехала жить в Свердловскую область с любимым человеком. Все деньги ушли на переезд. Сначала влюбленные жили, как говорится, душа в душу. Но спустя два года все круто поменялось. Депрессия, наверное, в связи с рождением ребенка. То есть он не готов к этому. Депрессию любимый мужчина Ирины начал лечить классическим для русского человека образом – горячительными напитками. Его длительные запои и отсутствие денег вынудили женщину выйти на работу, когда сыну было всего 4 месяца. Ребенок рос, а с ним росла и депрессия отца ребенка. К ней добавилась агрессия, которая с каждым разом становилась все сильнее. Когда в ход пошли кулаки, Ирина решила уйти. Я испугалась за ребенка и посчитала нужным, что для ребенка будет лучше без такого папы. Сначала в социальной гостинице жила 2 месяца, а потом снимала комнаты, общежития и жила так. Работала, жила. Каждое лето Ирина ездила на родину, на могилу к матери в Самару. И каждый раз очень хотела остаться здесь. За несколько лет жизни в Свердловской области свое место там она так и не нашла. И этим летом она решила приехать в Самару уже насовсем. Первый месяц на накопленные деньги снимала комнату. Женщина искала работу, но из-за отсутствия регистрации так и не сумела устроиться. В центрах социальной помощи, говорит, ей также отказывали по той же причине. Регистрации даже нет, чтобы получать элементарную вот эту помощь, которая положена государством, какое-то там пособие. А регистрации у Ирины нет, потому что у нее нет жилья. Своё продано много лет назад, в том, что жила потом, в которое вложила все вырученные из продажи дома деньги, любимый когда-то мужчина не прописал. Ирина не была расписана с отцом ребенка. Своим его мужчина так и не признал, поэтому по документам Ирина мать-одиночка. Получается замкнутый круг. Получать помощь от государства, пристроить сына в сад, она не может, пока не получит регистрацию. Регистрацию Ирина не получит, пока не будет жилья, в которое она пропишется. Но у женщины нет денег не то, что на жилье, даже на хлеб. Ведь устроиться на работу она не может, потому что у нее нет регистрации. Сейчас Ирина действительно находится в безвыходной ситуации, и без помощи добрых людей она не справится. Женщина нуждается в материальной и, главное, в юридической поддержке. Если вы хотите ее оказать, сделать это можно, позвонив по телефону 8-987-441-3089. Ирина Курочкина. Десятилетняя Лада Чурикова три года назад потеряла отца, а год назад у девочки умерла и мама. Несмотря на недетские беды, девочка продолжает верить в сказки, чудеса и Деда Мороза. Бабушка Лады, Лидия Чурикова, очень старается, чтобы ее внучка поскорее пережила потерю родителей и ни в чем не нуждалась. Но исполнить заветную мечту внучки, увидеть новогоднюю елку в Кремле, она не может. Поэтому обращается за помощью к вам, зрителям. Сегодня мы в гостях у десятилетней Лады Чуриковой. Лада очень любит играть в магазин. Когда мы пришли, игра была в самом разгаре. Кукла и Мишки покупали продовольственные товары, а Лада была продавцом. Вы что хотите? Мы вместе. Мы вместе. Нам, пожалуйста, килограмм муки. Еще Лада любит рисовать. В ее работах только яркие краски. Она хорошо учится в школе и может похвастаться дипломами и наградами. А еще в 10 лет девочка не разучилась верить в волшебство, сказки и Деда Мороза. Скажи мне, ты Деда Мороза веришь? Да? Угу. Он каждый Новый год приходит тебе и дарит подарки? Да. Не каждый Новый год? Да. А ты хотела бы увидеть Деда Мороза? Настоящего. А где он бывает, как ты думаешь? На севере. Несмотря на то, что Лада такая чистая душой и страстно верит в чудеса, жизнь ее далеко не сказка. Три года назад у Лады умер папа. Год назад от болезни скончалась мама. Лада стала круглосиротой. Сейчас она живет с бабушкой. Три года назад скоропостижно умер ее папа Анатолий. И год назад умерла моя дочь. Также скоропостижно. Но она была инвалидом первой группы. И Ладочка осталась одна. Вот у меня муж Чуриков Анатолий Михайлович. Вот мы втроем. У него три инсульта, конечно, после смерти дочери. Лидия 36 лет проработала учителем в школе. Но когда в семье пошли трагедии одна за другой, она вынуждена была оставить работу. Теперь бабушка полностью посвятила себя больному мужу и внучке. Лидия не жалеет деньги на образование и развитие Лады. Старается, чтобы внучка росла разносторонней личностью и как можно легче справилась с потерей родителей. Я как учитель денег абсолютно не жалею на методические пособия, на все, чтобы ребенок развивался, чтобы нормально рос. Но у маленькой Лады есть мечта – попасть на Кремлевскую елку. Лада верит, Дед Мороз обязательно тоже туда приедет, тот самый, настоящий. А еще она мечтает увидеть Кремль. Вот только бабушке на такую мечту с пенсией копить и копить. Других доходов у семьи просто нет. У нас школа, да, отправляют, там даже и сейчас висит объявление. Но дело в том, что очень дорогие путевки. К сожалению, там висит цена, вот честно, вы знаете, по-моему, около 12 тысяч рублей на сегодняшний день. Для меня это многовато. Бабушка, в отличие от Лады, уже давно выросла и перестала верить в чудеса. Но сейчас ради внучки готова вновь поверить во что угодно. Поэтому она решилась попросить вас, зрителей, помочь ей осуществить мечту Лады – отвезти девочку на новогоднюю елку в Кремль. Если вы хотите помочь бабушке в этом, сделать это можно, позвонив ей по телефону 8 937 651 93 00. Лидия Чурикова. Лидия Чурикова. Это женщины говорят спасибо. Где у нас самая Марсель? А Гуля где? Подними ручку. Дома. Дома. Она тоже в садик ходит. А Наташа где? Где Наташа? Один, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать сбилась. Попыталась запомнить по именам. Гуля, Наташа, Лейла, Марсель. Опять не получилось. Слишком их много. Мы не в детском саду и не в интернате. Это дом. И здесь живет 26 детей. Еще 15 уже выросли, женились, разъехались и приезжают сюда со своими семьями на выходные праздники. К мамам. Вы не ослышались, здесь две мамы. Знакомьтесь, вот они, Светлана Жукова и Татьяна Артемьева. Они-то точно не сбиваются со счета и никого не путают. Про каждого ребенка рассказывают с гордостью и любовью. Была мисс юности, самая маленькая была песенку пела мамочка. Светлана и Татьяна – сводные сестры по отцовской линии. И их история – готовый сценарий для мыльной оперы. Светлана родом из Саратова, выросла в детском доме при живой матери. Татьяна из Самары. Ее мать умерла, когда Тане было 15 лет. Обе женщины знали друг о друге только из рассказов. Обе работали проводницами в поездах. Там же в поезде однажды и познакомились. Когда признали друг в друге родную кровь, решили больше не разлучаться. Вот чувство одиночества, пока мы не встретили друг друга, оно присутствовало. А тут мы встретили, а тут я стала, и надо как-то соединяться, объединяться. Я в Саратове, она в Самаре как-то, ну приеду я на 3-4 дня, и что это. Так Светлана переехала к Татьяне вместе со своими детьми. На тот момент у нее было пятеро родных. Татьяна проявляла к племянникам заботу, как к родным детям. Сестра это видела. Она-то и подтолкнула к тому, чтобы в их доме появились еще дети. Она говорила, у тебя столько чувства, у тебя столько неизрасходной любви, свой уже вырос. Поэтому возьми детей, осчастлив еще кого-то. И вот появились первые дети. Пошли просто посмотреть. Ну и привели домой пятерых. Детей брали непростых, сложных характером, с проблемами со здоровьем. Выбирали и выбирают не по рекомендациям, а как сердце подсказывает. Порой даже не приходится выбирать, так как дети делают это за них. Вот этот вот мальчик Волочка, он вот, я не успела приехать, прям говорю, а ребятишки есть, это в центре усыновления. А ему было три с половиной года, брату было два с половиной. Он прям, а их вели вот так. Он меня увидел, как подлетит ко мне, как схватит меня и говорит, ты моя мама. И говорит, и брат схватил, а это мой брат. Я вот комок вот этот проглотила, а они говорят, ну что, будем выбирать детей. Я говорю, ты, он уже меня выбрал. Детей становилось все больше, и они нуждались в лучших условиях. Женщины решили строить дом. Тут-то и поняли, что одни они не справляются. Ведь мужей у сестер не было, у одной умер, а другая выгнала за пьянство, чтобы не подавал дурной пример детям. Без посторонней помощи мамам было не обойтись. Им нужно было помочь в поиске участка для дома, а затем и в его строительстве. Так как у многих детей были проблемы со здоровьем, нужна была помощь и в лекарствах, и в лечении. Времена были разные, условия для жизни тоже. Порой семья нуждалась даже в том, чтобы собрать детей в школу. Но когда бы к кому не обращались Светлана и Татьяна, им всегда шли навстречу. Один в поле не воин, и поэтому, конечно, нам помогали сами, мы эти вопросы все не решили. Поэтому первые, кто нам помог, это детский фонд, потом это школа, потом больницы наши, это наши врачи, администрация областная, администрация районная. Ну вот все в основном, да. И соседи, которые рядом с ним. Сейчас женщины редко обращаются за помощью. Их уже взрослые дети сами видят, когда мамам надо помочь. Светлана и Татьяна с легкостью справляются с такой большой оравой. Все дети заняты делом. Старшие помогают следить за младшими, ведут хозяйство, могут и полы помыть, и ужин приготовить. И все они очень любят своих мам. Они не знают, какую помощь им оказывали другие люди, но они знают, как много их мамы делают для них. И поэтому вместе с ними они говорят всем, кто когда-то помог их большой семье, спасибо. Спасибо! Спасибо! Татьяна и Светлана делают великое дело. Они объединяют в одну большую семью тех, от кого отказались их самые родные и близкие. Но даже их сплоченной команде было трудно без помощи окружающих. И эта помощь пришла. Следующие герои также сейчас нуждаются в поддержке. Шестилетняя Алина Петрова. У Алины ДЦП. Родители девочки делают все, чтобы она как можно скорее смогла сама сидеть и ходить. В декабре Алине предстоит лечение в Москве. У родителей не хватает средств на поездку туда, и они просят помочь. Восьмилетняя Полина Самыкина. У девочки нефробластома левой почки. На данный момент Полина находится в клинике в Израиле. Там ей удалили опухоль и сейчас проводят курс химиотерапии. Родители Полины потратили уже 3 миллиона рублей. Но для того, чтобы начатое лечение было полностью пройдено, не хватает еще 5 миллионов. Юлия Кальян. Одна воспитывает троих девочек. Старшей дочери 10 лет, а младшей всего 11 месяцев. Когда женщина была беременна третьим ребенком, ее муж ушел из семьи. Сейчас он никак не участвует в воспитании детей. Наша героиня очень нуждается в моральной, материальной и юридической поддержке. Этим героям уже помогли. Вика Капустина, 4 года. У Вики ДЦП. Сейчас она учится стоять. Для того, чтобы ей это удалось, был необходим вертикализатор. Родители девочки не могли купить его сами и обратились за помощью в РУСФОНД. Уже через месяц так необходимый для Вики вертикализатор оказался у нее дома. Любовь Чердкова, 6 лет назад у женщины обнаружили рак молочной железы. Справиться с диагнозом, вылечить и научить и дальше радоваться жизни, женщине помогли специалисты Самарского онкологического диспансера. Татьяна Обрашина воспитывает семерых приемных детей. Когда она с супругом решила взять в семью троих сестер, им понадобилась помощь в расширении жилья. Семье помог Российский детский фонд. Татьяна и Светлана очень правильно сказали, один в поле, не воин. Именно поэтому они объединили свою любовь и усилия. Объединили столько детей и подарили им счастье, свой дом. Свой дом и свое счастье ищет и Ирина Курочкина с сыном. А для 10-летней Лады счастье и возможность оказаться в сказке. И пусть эта вера в чудеса будет не напрасна. Подарить мечту девочке и помочь Ирине можете именно вы. Несите добро. До свидания.